Независимость Родины Независимость Родины Независимость Родины Независимость Родины Это и будет ситуация, когда не станет лидером вообще Ни тех, кто говорит, ни тех, кто действует Возможно нам даже покажется, что ситуация нами упущена безвозвратно И мы утеряли независимость Но мой жизненный опыт говорит, что потенциал конфликтности общества Есть величина постоянная А это означает, что убираясь с арены одних игроков Автоматически открывается дорога новому Ситуация разворачивается очень быстро Просыпаются международные механизмы и акторы. Приходят чувства те, кто был ослеплен обаянием путинского Блицкрига. Стремительно будет меняться геополитическая ситуация. Но самое главное, просыпается от пропагандистского дурмана сама Россия. И она будет дальше избавляться от него. Поэтому, пойдя сегодня на поводу всех ловушек, выстроенных Кремлем, наши власти уже завтра безнадежно отстанут от ситуации. А мы должны быть готовы хотя бы внутренне. Второй путь из числа тех, о которых я говорил выше, тоже возможен, но он наименее вероятен. Вероятность демократизации и начала строительства открытого общества практически равна нулю. Это если власть начнет реализацию плана по резкому изменению общественных отношений. Цель которых максимальное расширение круга тех, кто готов разделить политическую ответственность за проходящие исторические моменты. Вся история современного Казахстана демонстрирует, что так никогда не было и возможно никогда не будет. Но, тем не менее, мы должны четко сформулировать свои виние альтернативы тоталитарному патриотическому акту. На мой взгляд, это может быть гражданская хартия Казахстана, провозглашаяся раз и навсегда, что наше будущее в этой независимости в стране, что вся наша политика будет построена на общих гражданских правах, и что торжества казахской идентичности мы добьемся не автократическим путем, а путем реального гражданского диалога, содействия и соучастия. Но, опять же, главное не форма и не отточенный слог. Сегодня главные смыслы. Идеальная форма для страны сегодня, конечно, это создание некого органа, вроде мозгового центра Рузвельта или Комитета национального спасения, с участием и президента, возможно, и тех деятелей, которые еще остались в политическом поле. Главная задача, я не говорил в своих публикациях, это миновать интересы левобережной бюрократии. Вернемся к более реалистическим. Я уже почти заканчиваю. Реатив четвертый. Угроза признания Казахстана несостоявшихся государством ставит под сомнение такие стремления граждан, как открытый и последовательный протест вплоть до казахстанского Майдана, который может привести к смене власти как в городе. Почему? Потому что это повод для признания государства несостоявшимся и позволить центрам силы делать с собой все, что хочешь, мы сегодня не можем себе позволить. Тем не менее, мы не можем себе позволить опустить вниз температуру нашей протестности, температуру нашего поиска справедливости. Как правильно выстроить свою позицию? Мне кажется так. На все персоны и факторы надо посмотреть с новой точки зрения, с точки зрения их потенциала, полезности и способности внести в лепту главное дело нации в сохранении зависимости. Не важно, кто не был вчера, кто есть сейчас. Цель благородна, а персонажи лишь вторичные. Нужно сформировать некий организационный костяк, который будет не обязательно организован по принципу всяких комитетов или советов. Надо отбросить этот синергетический принцип во что бы то ни стало, но как-то обозвать с организованной точки зрения эту инициативу. Сегодня достаточно единомыслия, это уже огромный шаг вперед. Этот костяк и будет готов к диалогу хоть с кем. Не забывайте, тоталитаризм как только возникает, сразу начинает создавать внутри себя механизмы саморазрушений. И с этим процессом не в состоянии справиться ничто. А при этом мы и станем этим механизмом саморазрушения. Стремящийся писать, пишите. Имеющийся издание, публикуйте. Все становитесь участниками этого процесса. Военно-мобилизационный контр этого процесса очевиден. Может случиться и такое. Внешние силы развяжут гражданскую войну на нашей земле. Надо опасаться этого, но не надо бояться. Надо иметь ум и победить. Надо иметь друзей и опереться на них. Надо научиться перестать бить слабых и побеждать сильных. Надо быстро построить общество, уважающее себя, не униженные и не утерявшие цели и смыслов. Построить его внутри себя. Это мы должны сделать сегодня практически в одиночку, но сделать сами собой. И это в наших силах. Уверяю вас, все то, что сегодня кажется незыблемым, как колосс Родовский, завтра может превратиться в песчаный замок, смытый морем историй. Так что в том, что касается Евразийского Союза, диагноз один. Подписание неизбежно, но с ним история борьбы за независимость не заканчивается, а только начинается. Поздравляю вас всех с новой эпохой истории Отечества. Спасибо вам.